Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Да ладно, неужели легендарный Ктарчик? Да, Крепчик, тот самый, помнишь, времена Крабакона, а по Крабакону болтовка не донат, а вот тебе Ктарчик, детка, тебе с твоим Макмиллоном. Вот так вот, детка. Да, были времена. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами мордит Капитан Очевидность и, конечно же, легендарный Тавор Ктар 21. Версия шпешл. Вне всяких сомнений, убедительный и годный нагибной ствол. Категория пока неизвестна. Вангую будет донат. Давай, братишка, к делу, проходняк в целом или все-таки реальный нагиб? Не, Капитан Очевидность, это не проходняк, это реальный нагиб. Друзья, просто взгляните на ТТХ. 840, как у старого Ктарчика, темп стрельбы. Готовьте жопой к заселению. Времена Бабактара вернулись. Интересная, кстати, тенденция. Береку нам новую подвезли, новый Ктарчик. Когда подвезут новый Ивсас? Вне всяких сомнений, по нагибу, новый Ктар великолепен. Он отменно ставит хедшоты, вполне годно пилит в тело, имеет два вполне годных прицела, 1,3, и еще один, хрен пойми, с какими-то статами, телевизор, но выглядит сексуально. Обладает звуком того самого Ктара и годным внешним видом. Ну и, конечно же, обладает, наверное, самым главным, таким, знаете, оружейным шармом. Это тот случай, когда с пушкой реально приятно играть и качественно нагибать. Помните, совсем недавно в видосе по ТХ-15 я говорил, что это неинтересно, что это никуда и никак. Так вот, я считаю, именно Ктару надо было делать золотую версию и пихать вместо того самого ТХ-15. Потому что Ктар на роль нового вполне годного донатика годится куда лучше, нежели то самое недоразумение. Здесь и великолепная ТТХ. И приятная, хотя, кстати, по нынешним временам все-таки сильноватая отдача. В духе того самого Старого Ктара, но более мягенькая, более такая сексуальная, нежненькая, поэтому гасится в принципе легко. Внешний вид, звук, все на высоте реального доната. Возможно, разработчики просто не хотели обвинений в стиле, это же копипаст Старого Ктара, и как бы, а нафиг она надо, выкатывайте что-нибудь новое. И они выкатили. Недоразумение ТХ-15. Ладно, не будем про ту пушку, давайте говорить про Ктар. В самом деле, и вот главный вопрос. А этот Ктар лучше АМБ? Во, 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 вот к этому и пора перейти. Лучше ли Ктар нынешней меты, АМБ? И я вам скажу, друзья, нет. Но он очень близко к ней подобрался. Не лучше он все по той же банальной простой причине. У АМБ есть глушитель, который работает как пламегаситель. И хотя Ктар обладает лучшими ТТХ по соотношению урон-темп-стрельбы, но глушитель это, сука, такой аргумент, который, пожалуй, все еще будет потяжелее. А вот Гранд Пауэр, возможно, Ктар сможет сместить. Если память не изменяет, у Гранд Пауэра получше скрытые некоторые ТТХ, но в глобальном смысле все-таки, опять же, соотношение темп-стрельбы-урон будут поважнее, друзья. На дистанциях Инженера, ну и на дистанциях Инженера, собственно говоря, и та, и другая пушка по-настоящему эффективны. Поэтому, если делать какой-то топ, то, вы знаете, Ктар либо поборется с АМБ за топ-1, либо будет, я думаю, топ-2. А вот Гранд Пауэр однозначно съезжает на третье место. Да. Что касается других пушек, тоже годных, тоже хороших, например, там, Витязя, какой-нибудь АМ-17, Сик, МПХ, то они однозначно идут списком дальше. То есть они теперь даже не на третьем месте. И таким образом, Ктар прямо уверенно, уверенно вырвался, ну, почти в лидеры. Или, как минимум, с лидером, мне кажется, он может соперничать. Далеко не все его так оценили. Некоторые говорят, что он так себе, что, мол, АМБХа будет в миллиард по раз лучше, да и витесь понагибнее. Но что-то мне подсказывает, что, по-моему, люди не до конца эту пушку распробовали. И по факту она всё-таки в топ-3, а, скорее всего, топ-2 или даже топ-1 входит. Но так или иначе, время покажет, ошибаюсь я или нет, как она будет в совокупности гнуть. Но при любых раскладах это тот случай, о котором я недавно говорил. Пушка мало того, что хороша по ТТХ, что она гнёт, но если даже она вдруг не топ-1, с ней реально кайфово играть. Она охрененная, она обалденная и она приятная. Бля, неужели наступили времена, когда я начинаю хвалить Алодусов? Ни за что бы не подумать. И, тем не менее, факт. Ладно, вопрос, из-за которого все зашли на этот видос. Стоит ли эту пушку крутить? Да хрен его знает, капитан очевидность. Ребят, крутить, не крутить, решайте сами. Если есть у вас АМБ-17, то я думаю, в принципе, да вообще можно ничего в этой игре больше не крутить. Если есть АМБ, хачапа и какой-нибудь чей так жало, играйте и наслаждайтесь. Можете вон новую беретку у штурма выбить, кац, и всё будет нормально. Если вы играете только за инженеров, можете дальше с АМБ, в принципе, можете катать, необходимости нет. Однако, если вам приелось АМБ, и вы хотите что-то, знаете, такое вот новое, классное, практически такое же, где-то в некоторых ситуациях даже лучше, чем АМБ, и чтобы звук, и ностальгия, и качественный нагиб на высочайшем уровне, то, ребята, честно, КТАР вам подойдёт. Продолжение следует...